Звездная дорожка, рукопожатие и фильмы. Владивосток готовится к 18-му международному кинофестивалю Меридианы Тихого. Визитная карточка Приморья продолжает набирать обороты. Фестиваль пройдет с 10 по 16 октября и, безусловно, станет громким событием в мире культуры на Дальнем Востоке. В этом сезоне гостей и участников мероприятия ждет автокино и новые отпечатки ладоней звезд возле океана. Ведь это был Белый лист 18 лет назад. Такого историю не пребывало на земле российской, азиатско-тихьянский регион. Вот, это первое. И второе, я сделаю для себя вывод, что мы помогаем в течение этих лет вдруг возникновению здесь во Владивостоке своих, делающих первые шаги или большие шаги, или кто-то уже попадающий на кинофестивали, вот там Боровков, предположим. То есть мы рождаем здесь новую историю, которая называется развитие кино на Дальнем Востоке и конкретно во Владивостоке. Открытие традиционно пройдет в Мариинском театре. Из приглашенных гостей заслуженный артист РСФСР Андрей Кончаловский. Ему предложили стать президентом фестиваля. На этот раз Голливуд не приедет, виной всему пандемия. Однако организаторы уверяют, что и без них будет на что посмотреть. Например, все шесть дней фестиваля на площади борцов революции будут идти кинофильмы. Посетить автокино смогут все желающие, ведь места хватит на 200 машин. Я думаю, что в фестивале это очень хорошо сказано, что у него есть своя миссия. Это прежде всего просветительская миссия. У нас сформировался зритель не сразу, потихоньку. Люди научились смотреть кино, длинное азиатское кино, кино, которое волнует, которое заставляет мыслить, думать, рассуждать. Наш зритель очень любит встречи с творческими группами и не отпускает их, потому что вопросов много в этой жизни вообще. Все пытаются найти ответы. Вот фестиваль помогает этому. И знаете, мне кажется, наш город за 18 лет тоже стал лучше, немножко отчасти благодаря фестивалю. И молодежь, которая к нам приходит каждый год, и работать, и волонтеры, которые тоже вдруг для себя открывают какие-то вещи, которые они раньше даже и не обращали внимания. 112 стран прислали около 2000 фильмов на отбор. Юрий Гончаров признается, это новый рекорд. В конкурсе впервые приняли участие режиссеры из Гренландии, Конго, Мавритании и других государств. Вишенкой на торте стали русские киноленты «Пугало» Дмитрия Давыдова и «Китобой» Филиппа Юрьева. По случайному истечению обстоятельств, снятые на Дальнем Востоке. А также отпуск Антона Сазонова и работа Кирилла Хачатурова «Голый». Именно эти кинематографисты представят Россию в конкурсе за звание лучшего полнометражного фильма. Я правду сейчас скажу, что в этом году количество стран, вы уж не знаю, как угодно воспринимаете эту информацию, и это больше всего, ну больше стран не было. Вот это какой-то рекорд. Останавливались на 94-х и 98-ми, вот. Но столько не было никогда. Критерии отбора, ну, если я сейчас начну об этом говорить, серьезно, ребят, я сейчас не кокетничаю с вами. Это можно часа три, наверное. И все умрут от скуки. По поводу критерий, да. Это очень непростой вопрос на самом деле, и это всегда очень непростой выбор. Это всегда мы стараемся субъективные свои какие-то восприятия конкретного фильма как-то все-таки на них забыть. Это тоже непросто. Смотр на фестивале откроется азиатской премьерой ленты «Доктор Лиза Оксаны Карас» и российской премьерой новой картины «Эссав Павла Лунгина». Партнером «Мир Дианов Тихого» станет Московская школа кино. Кураторы и преподаватели МШК проведут воркшоп по актерскому мастерству, а также расскажут в формате мастер-классов об особенностях профессии художника-постановщика. Алина Черненко, Кирилл Самойлов, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.